Свершилось. Многострадальный Цивильский мост заработал на полную мощность. Объект сдали раньше намеченного срока. О пробках, оставшихся в прошлом и новых автомобильных скоростях в нашем следующем сюжете. Пробка длиною в пять лет. Именно так можно сказать про Цивильский мост. Раньше проехать по этому участку дороги быстро было нереально, но зато сейчас все изменилось. К работам подрядчик приступил в конце июня и за три с половиной месяца отремонтировал два километра покрытия. Дорожники расширили проезжую часть до четырех полос, уложили новый асфальт, установили водопропускные трубы и ливневки, столбы освещения и ограждения. Очень даже хорошо, замечательно стало вообще. Столько времени тратишь вот тут, особенно летом. Суббота, воскресенье, это караул тут было. Невозможно было с той стороны ехать и отсюда тоже. Я еду сегодня впервые, мне очень понравилось на подступах. Я езжу часто в Казань по этой дороге, всегда мучились, конечно, в пробках. Надоевшие всем пробки остались в прошлом. Постоянно, раз в неделю езжу, конечно. И вот, да, вместе с грузом, вот в Чебоксар загрузился, еду. Часто, конечно, намного лучше стало. 22 тысячи автомобилей в сутки. Такой стала пропускная способность этого участка федеральной трассы. К 2031 году эта цифра увеличится до 32 тысяч. Во-первых, направление транзита при Урале, город Уфа, и соединение с центральной частью. Беспрепятственное направление, чтобы мы могли без пробок доехать, скажем, до города Казани или там до города Уфы. Вот это основная цель. Удобнее стало и местным жителям. Появились два остановочных павильона и асфальтированные тротуары. Общая сумма реконструкции составила более 770 миллионов рублей. Почти 300 освоили в этом году. Еще один объект федерального значения – эстакада к мосту через Суру. В данное время ведутся подготовительные работы. Это порядка 150 тысяч в кубах земполотно отрабатываем. И бурно-бивные сваи до нового года должны 280 сваи отработать. Лимит, который на этот год выделен, они отработать 100% вопросов не будет. Закончить работы дорожники планируют в октябре 2020 года. Татьяна Леонтьева, Бахтияр Вилеев, Республика.